Здравствуйте, дорогие телезрители! Бонжур! Точно! Мы приехали в город-герой Париж. Парлеву-парлеву и всё такое прочее. Мы приехали в него из нашего любимого Амстера на машине, и пока мы доехали до центра, мы охуели. Там такой пиздец на подъезде к центру, что я подумал, что это вообще другая вселенная. Что, в общем, я ожидал. Да, это просто на улице. Потому что все говорят про Париж, что он стоит выскочить за пределы центра, и всё, и начинаются кранты. Короче, кого там только не было. Там были, ну, понятное дело, что всякие маргинальные личности непонятного характера, что-то пездолы по углам стоят, ничего не делают. Я понимаю, что сегодня суббота, что можно хером груши околачивать, но это не отменяет того, что там просто тупо какое-то гетто. Два километра проезжаешь, и начинается вот, типа, чистенький, ухоженный центр, все дела. Ну, просто идём. Очень спокойно. Я никогда не была на рейсах, давайте пойдём. Поэтому, мне кажется, что очень похожий на Москву. Ну, есть такой момент. Ну, конечно, более уход. Зелёное, в общем, всё. Особенно сейчас по весной. Но суть в том, что, в общем, как мы и ожидали, центр норм, а окраина полная жопа. Мы припёрлись в поле Рояль немного, немало. Тут, кстати, много местных, довольно прикольно. Они вот так сидят, все скамеечки, все дела. Вот, приходят книжечку читают. Короче, видно, что за центром они, конечно, следят. Как Лена выразилась, порешет прямые линии. Тут вот какой-то вообще ебанько происходит. Чё-то они тут орут по этому, по бумажке, по бумажкам. Все стоят, чё-то там. Непонятно. Он там, главное, у них есть, зажигало. Мужик в опраке. Пора в хлыстал звонить, в общем. Да, все тут фоткаются. Тут довольно здоровая такая площадь. В принципе, выглядит норм. В Амстере таких больших открытых пространств нету. В основном эти, всякие мелкие площади. Конечно, мамбезы, мамбезы. Мамбезы, мамбезы. Парни, мы в Париже. Я хотел рассказать, что когда мы заезжали через радиальную, там уже во внутреннее кольцо попали, там была небольшая пробочка. И там, короче, такой агрессивный араб, типа мыл машину. Чуваку, знаете, такие золотые 90-е. Ну, он типа ему якобы помыл машину и начал до него доебываться. Причем бежал за ним, наверное. Бежал, наверное, за ним. Ну, метров 200 точно, сука такая. Я реально решил посмотреть, какие номера у мужика на машине. А номера у мужика бритишовые. А, у него еще машина праворульная была. Он, наверное, вообще хуел, когда увидел такую наглость. А он, кстати, ему дал денег-то, нет? Он ему денег-то не видел? Дал, да? Ну, в общем, короче, жесть. Эх, лево башня. В парижских светофорах нету кнопки для того, чтобы нажимать ее и переходить. Удобные, да? Только не выглядит, как страшно. В общем, суть в том, что тут неоптимизированные перекрестки, как в Голландии и в Амстрии. Тут такое все вот, типа это. Москва-стайл, в общем. Париж, Пьера и Ришара все-таки есть. Только в каком-то резном виде. Такие вот замечательные ребятки тут торгуют, вот, своих любимых башнями. Тут даже селфи-палку можно купить. Короче, тут это. Все уже обсижено непонятно какими элементами черкизоновского характера, которые что-то как-то даже настроение портят. Или я давном стал. В общем, вот снизу она выглядит примерно вот так. Народу просто жопой жуй. Конца края нету. Вот, вот там вот ездят лифты. Вот через ту ногу и, наверное, через вон ту. А для тех, кто не хочет платить за лифты, есть еще вот там вот лестница. Там тоже вот люди ходят. Вот, ну а конечно, нет, когда вот к ней совсем близко подходишь, она выглядит реально здоровой. Ой, вот эти вот все люди хотят залезть на Ифлеву башню. Ну, кстати, еще не так много народу. Я думал, хуже будет. Ну, то есть, часа полтора, ты, конечно, в такой очереди простоишь. Наследие покидает ощущение в присутствии постоянно какие-то колдыри. В этой Ифлеву башне кто только не трется. Ну, кроме туристов, тут, если их убрать из расчета, их, конечно, дофига, постоянно ходят какие-то не пойми кто вообще. Короче, страшные вещи тут происходят рядом у подной же Ифлеву башни. Ходят какие-то колдыри и беспрерывно продают бухло. При том, что если человек уже купил бухла, они все равно к нему подтягиваются и говорят, а ты еще не хочешь? Бутылка еще только на чита, а он уже следующую предлагает. Спрашивают, за сколько ты ту купил и предлагают тебе следующую за такую же цену. Короче, колдырская тема тут процветает просто нереально. Ну, колдырская, это я так неправильно выражаюсь. Это как ее. Люди пытаются хоть как-то на хлеб заработать. Кто-то взломал забор на этот поле. Тут постоянно все типа красиво, клево, зашибись, но постоянно происходит какой-то адский ад, который вообще не ждешь. Вот как в Москве. Вот если так вот это все, да? Ну, если так вот посмотреть, вот. Если так вот это посмотреть. Как в Москве. Раз-раз, это тут роскошь, а тут какие-то бомжи. В общем, не покидает ощущение нестыковок. Не кидите. Хорошо. Значит, у нас тут настал новый день в Париже. Мы сегодня уже успели сходить в... Варить. Не, я хочу сказать. В этот, в... Монмартр. Немного, немало. И там тупо черные атакуют людей. То есть они стоят такими группами, там еще такие два, две дорожки с боковых, которые ведутся узкие наверх. Они там стоят кучами человек по 10 и начинают просто массово доебываться до каждого проходящего этого, туриста наверх. Это пиздец. Там еще туристов дохера, но это ладно. Вот. В общем, явно городские власти нихера не делают или делают как-то спустя рукава, чтобы весь этот пиздец прекратить. Я целое утро под впечатлением. То есть там могут и карманы обчистить, и все что угодно. Ну и важно. Ладно. В общем, сейчас мы пришли в Нотр-Дам-де-Пари. Нет, точнее, это важно, но мы пришли в Нотр-Дам-де-Пари. И я хочу сказать, что если поставить всю жилплощадь одну на другую, которая построила наше строительно-монтажное управление, то оно будет вдвое выше, чем знаменитая Ифрева-Башня. Или втрое выше, чем Нотр-Дам-де-Пари. Что в переводе означает? Собор Парижской Богоматери. Давай, подыграй мне. Какой Богоматери? Парижской? Богоматери. А вот, да. Это я в детстве влюбилась. А давай, пой пей. Ну, че ты? Да он не русский. Он какой-то болгарин, что ли? Че-то такое? А я слышал, он не хорошо говорит. Ну, давай, что-нибудь там организуй. Не обязательно пей. Можешь пей. Унять? Чего понять? Пробирай, да? У тебя не складно, Лер? Печали, красота, не стыкуются. Ладно, все, извини. Давай, продолжай. Я посмел тебе желать там было. Ладно, в общем, мы сегодня еще по Парижу походили, побродили. В принципе, в некоторых районах ноль, но как-то вот постоянно возникает из-за угла какая-нибудь хуйня. В общем, посидели мы сейчас целый час, наверное, у Эфелевой башни на скамеечке рядом с бабулями такими, дворянского вида. Француженками. В общем, там работает мафия. Мы к такому выводу пришли. И самое главное, там с полного попустительства ментов. Они там иногда приезжают, тройками на великах. Ну, там раз, может, в полчаса. Вот. И сразу этих гавриков всех как рукой снимает. Вообще, ни одного нет. Вот. Но стоит там пройти какому-то времени, вот там, не знаю, минут 15 или 10, они тут же образовываются. Там работает, значит, три вида гавриков. Первый – это те, которые разносят Эфелевы башни. Ну, продают эти маленькие фигурки. И селфи-палки они еще продают. Они всегда, ну, или в 90% случаев черные. Причем чернокожие, такие прям вот из какой-то Центральной Африки или там Северной, я не знаю, из какой, я не спрашивал. Вот. И на что это рассчитано? На то, чтобы к ним возникла жалость. А? Они из Франции. Они из Франции, да? Окей. К ним возникла жалость, что ты там какую-то сраную безделушку у них купишь там за евро. Они уже там, естественно, выучили все по-русски там. Типа, один за, это, одна фигурка за евро, три за пять, или как-то так он там что-то продает, или за два, я уже не помню. Не суть. Вот. Следующий вид, это чуваки, которые торгуют цветами. Это Хчелгар. Среди них есть, в основном, в основном, работают чуваки смуглого внешнего вида. И они работают, в основном, естественно, на парочек. И к нам, в какой-то момент, подкатил какой-то чувак, который выдал сакраментальную фразу «Будь фил момент, будь фил мадам». И роза тычет. И роза тычет. Вот. Ну, в общем, вот и третий вид чуваков, они тоже практически никогда не бывают черными, это чуваки, которые разносят бухло. Они там торгуют пивом, шампанским и вином. Естественно, они тоже не могут быть черными, потому что к черным уже ни у кого, ни у какого туриста доверия нету в плане бухла. А это такой чувак, он, в принципе, прилично выглядит. Такой сомелье целый, блядь, местного разлива. Сомелье. Вот. Естественно, это все там суперорганизовано, естественно, у них там на низ ведрами ходят, со льдом, где-то там с галарьком это все разносят, продают по конским ценам. Там типа по дефолту за двадцатку гонят бутылку, которая там в Альбертхайне в супермаркете стоит там рупь или два. Но самое главное, что вот прям не видно невооруженным глазом, если там посидеть полчасика понаблюдать, это то, что менты могут это все пресечь просто в течение там, не знаю, одного рабочего дня. Да, это самое интересное. Одного, сука, рабочего дня. Просто там запустить курсирующий партруль, который будет всю эту, всю эту, да, всю эту хуйню нелегальную. Они же никакие налоги не платят, никакой, естественно, тебе чек не выдадут. Ну, там полный пиздец и беспредел. Но они это не делают. Не знаю, почему бы. Это какая-то там бремя белого человека или там менты вдоль. Я не знаю. На самом деле, лучше теории, почему так происходит. Вот, но самое, самое охуенное произошло, когда мы решили пройти новой дорожкой от Эйфелевой башни. Я уж не знаю, куда она там ведет. На, на этот, на, на северо, северо-запад от Эйфелевой башни. Там сидят на персточнике. Это вообще, блядь, в Москве они закончились в конце 90-х. Тут они сидят и прям видно, вот как во всех во всех фильмах. Там типа три, от двух, да, от четырех человек основных. Они там делают вид, что они сейчас настают деньги, будут делать ставку или делают вымышленные ставки. А какие-то, если человек отказывается и уходит, за ним побегает какая-нибудь девочка приличного вида и говорит, что нет, у тебя получится. Смотри, ты практически выиграл. Ну и вот такую херятую. Другой типа стоит такой, там смеется какой-то, там поддакивает. В общем, указывает на неправильный. Ну и в общем, просто кошмар. И самое главное, они там сидят с такой огромной пачкой соток евро. Зеленых. Типа, что они там большими деньгами работали. Они там на принтере напечатаны. О, они работают, кстати. Да? Хорошо. В общем, короче, это такой пиздец, что просто не в сказке сказать, не пером описать. Этот, Париж Джо Досена, Пьера Ришара и Луи Дуфинеса накрылся пиздой. Официально заявляем. Может, это в годный ресторан? О, что тут. Да, еще, конечно, не покидает от Парижа вот ощущение беспрерывного лицемерия. Там будет фул момент, будет фу мадам, а здесь вот такие вот фешенебельные в трехстах метрах места. Короче, типа, этот, Москва. Только, честно говоря, еще хуже. Да, еще хуже. Я бы, честно, я бы жила в центре Москвы, предпочла бы жить в Москве. То есть, ну, конечно, красивше Москвы, я не спорю, более все помпезно и там привлекает туристов. Мне кажется, Москва, если в центре ее выглядит сейчас хорошо. Не идеально, но хорошо. Вот. но, в общем, нету, блин, торговцев всем на свете. Я не понимаю. Короче, на Шурик мы так и не разрешили этот вопрос, почему это происходит? То есть, виновата французское правительство или как приятная мэрия Парижа? Или же это просто поведенческие установки всех этих алжирцев, арабов, из турок, всяких там марокканцев и так далее и тому подобное. бытовой расизм разводишь? А, еще, мы же ездили в том году в Монт-Сен-Мишель, это такой большой замок на севере Франции. Вот там реально, сука, Франция и реально клевая Франция. И суть в том, что там мы не видели никаких бутефол моментов и бутефол мадамов. Просто потому, что им туда далеко ехать, на севере Франции. на севере Франции. Там находится на линии. Им из их пригорода, из их черного гетто до тут не добраться легко и просто. А тут, типа, пожалуйста, менты полный карт-бланш им выдают, они тут делают, что хотят. В общем, засрали Париж и засрали Париж, судя по всему, целенаправленно. В смысле, это можно было бы пофиксить, я абсолютно уверен, как минимум всю эту ебучую торговлю, не поймем чем. Вот видите, эти мафии, вот этих всех рук, торговцев и так далее, они там платят какие-нибудь взятки кому-нибудь здесь. Легко. О, я раскрыла план, черт. Саша, ты видишь, заблокирует франциско-броисты из-за братья кофранции. Значит, мы под конец нашего бесполучного 10-километрового полку по Алифу решили залезть на Триумфальную арку. Тут, в принципе, неплохой такой видок. Вот. Мы просудили, что лезть на Эфелеву башню, смысла нет, потому что с нее не видно Эфелеву башню. А отсюда видно. Вот тут, кстати, дешевле, 12 евро всего. Вот, но надо сказать, что тут нету лифта, что, в общем, небольшая проблема, если мы готовы пройти 10 этажей примерно в тюрьму. Вот. Ну, короче, сюда бы я сам не дала залезть, чтобы просто поглядеть в американском сцеле на общий вид. Он такой неплохой сад. Сейчас еще с другого ракурса схожу, засниму. Вот. Тут, конечно, фоткаются, целая. Сейчас все куда-нибудь сходим. Здравствуйте, дорогие телезрители. У нас последний день нахождения в Париже. И мы приехали в Версаль. Ни много, ни мало. Это такая хреновина здоровенная. Километров 25 от Парижа. Парижа. Вот. Ну, в общем, тут понастроили. Так же, как везде. Попахивает какой-то цыганщиной прям со входа. Прямо скажем. Да правда, вон смотри, золотые вензеля. Хачки строили. А сейчас в Петербурге нет, да? И там цыганщина. Но там уже таинственная. Это как бы другое. А там все? Нет, сегодня не поскорили. А что там делать? А как мы пойдем? Сейчас мы пойдем глядеть на сады. Посмотрим, как оно там будет. Крест-то пришел. Ну, что-то тут как-то понастроили, да. Ох-ох-ох-ох. Вот это взрыв. Вот это удар. Вот это прикол. Это разборка французская. Что-то как-то да. Ну, нету, нету людей тормозов. Не знаю, когда останавливаться. Не понимаю. Побродили мы, походили по этому Версалю. Что-то тут как-то не очень. Эти, каких-то там завораживающих воображений газонов и цветов нету. Эти одуванчики кое-где растут. Это вот в данный момент дом Мария Антуанетты. Ну, это какая-то тут ворота ее. Вход парадный. Не важно. Но все закрыто что-то сегодня в понедельник. Учет. И мы никуда попасть не можем. Тут опять какие-то цыганские золотые ворота. Он, кстати, не такой большой. Мы вот за полчаса уже на полглубины Версаля прошли. Рыбаков, блядь! Мы тут куда-то вбок ушли. Тут, кстати, прикольненько так. Интересно, как-то не все разрисовывают. Какими-нибудь лесочками намечают, а потом засеивают травой. С самолету тут, наверное, или с вертолета прикольный тур. Сверху на это все смотреть. Лен, что ты думаешь по поводу данного крыла в Версале? А? Хорошая? Только вот какие-то тут тюкатки зеленые. Какие-то странные. Могли бы поприличнее что-нибудь поставить. Кстати, прикольно, что сюда доступ бесплатный. То есть, если не нужно в этот, в дворец, вот в этот, вам хватит просто зерцать сады, то вход бесплатный. Ну, парковку надо заплатить, но это как бы отдельная история. А что, кстати, День Победы? Между прочим. Мы тут по Версале уходим. Потому что это через год. Почему через год? Вот как раз пусть все знают. Сегодня День Победы, 9 мая 2016 года. По Красной площади опять возят ядерные пенисы и показывают всему миру, какие мы грозные. Это видео про Парифты? Нет, это видео общеобразовательное, про все на свете. Вот. Так что... Та-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра-дра. Здравствуй, мама, возвратились мы не все. Босиком побежаться по росе. Пол Европы, прошагали пол земли Этот день мы приближали, как могли Этот день победы Порохом пропах А вот, кстати, мы тут задались вопросом А что будет, когда Лещенко помрет? Кто будет эту песню петь? Ответы оставляйте в комментах, под видео Вон там внизу, показывают во всяких Понимаете?